привет дорогие друзья сегодня я буду делать цукаты из тыквы очень вкусное лакомство и просто так а главное полезное также я эти цукаты буду использовать в куте которая скоро будет у нас на канале так как скоро рождество и я такие цукаты еще использую в пасхальных куличах бесподобно вкусно использовать я буду вот такую вот тыковку у нас ее называют гитара не знаю как правильно сорт этот называется я взяла небольшую у меня мякоти получилось 800 грамм очистила от кожуры и убрала всю внутри вот эту вот плеву с семечками засыпала половиной веса тыквы сахаром то бишь 400 грамм сахара добавила также для ароматизации тыквы будут добавлять апельсин можно добавить лимон у меня это перекрученный на мясорубку апельсин вместе с кожурой можно добавить свежий нарезанный лимон либо апельсин перемешиваю с сахаром и оставляю минимум часа на 4 а лучше на ночь для того чтобы наша тыква пустила сок и отдала лишнюю влагу посмотрите за четыре часа сколько влаги у меня отошло где-то на высоту половины ложки вот у меня отошла влага от тыквы это именно тыквенный сок буду ароматизировать я тыкву еще палочкой корицы я взяла пол палочки для того чтобы она не была прям сильно коричная а был еще немножко и тыквенный и апельсиновый привкус слышался добавила одну гвоздичку добавила сюда еще 200 миллилитров воды и пол чайной ложки лимонной кислоты для того чтобы не было приторно сладко а была некая такая кислинка и потом у нас получился в окончании еще вкусный очень сироп ставлю тыкву на огонь и довожу до кипения после закипания варю тыкву около пяти минут выношу на балкон благо сейчас холодно и моя тыква очень быстро остынет можно и остужить при комнатной температуре но обязательно остудите тыкву полностью и потом нужно ставить тыкву варить второй раз если вы не остудите полностью ваша тыква разварится и будет такая как рассыпаться они вот такими вот ровненькими кубиками это я варила уже второй раз эту процедуру я провожу около трех раз зависит от сорта тыквы и размера брусочков они должны получиться полупрозрачные некоторые делают и по шесть раз но я считаю это очень много и это не нужно я проварила три раза моя тыква была прекрасно приготовлена мягкая нежная и полупрозрачная сливаю лишний сироп кастрюльку промакиваю немножечко и убираю свой апельсин салфеткой раскладываю на противень немножечко на расстоянии и ставлю в духовку при температуре 120 градусов у меня это заняло около четырех часов тем временем я сварила сироп из остатков сока тыквы я поставила на огонь остатки вот эти которые мы слили и уварила еще где-то раза в два заметьте после остывания оно еще загустеет поэтому не уваривайте до вот такого состояния ночью вас потом после остывания получится карамель а у меня получился вот такой вот как жидкий мед очень ароматный насыщенный вкусом сироп обязательно его использую для блинчиков а может вместо меда и добавлю в свою кутюм периодически тыкву нужно переворачивать для того чтобы она равномерно просыхала и потом у нас получается вот такая вот красивая и очень вкусная тыковка досушивать ее прям до конца не нужно потому что она тоже после остывания немножечко затвердеет еще поэтому ее прям до сухарей сушить не нужно она должна остаться вот немножечко вот такая вот живая то есть она должна хоть капельку гнуться для того чтобы мы могли ее порезать мне удобно резать именно когда я режу вот такими вот брусочками тыкву изначально потом не и удобно порезать на такие цукаты которые мы привыкли и продаются в магазине маленькими кубиками для того чтобы цукаты у нас не слепались потому что они еще немножечко липкие все-таки они варились сахарном сиропе и сироп остался по краю тыквы для того чтобы они не слепались я буду припылять их сахарной пудрой точнее обваливать сахарной пудрой я нарезала свою тыковку кстати из 800 грамм тыквы у меня в общем цукатов получилось 200 грамм всего не так много если вам просто кушать то вот такие вот палочки можно обвалять просто в сахарной пудре и отложить я себе таких оставила пару штучек просто покушать а если вам использовать эти цукаты не сразу или вам нужно чтобы они похранились вот такие вот мелкие то их нужно все обвалять тоже в сахарной пудре выбрасываю абсолютно все в тарелочку не переживаю что они у меня там слипнуться и хорошо хорошо обваливаю каждый кусочек перемешиваю сахарной пудре беру ситечко довольно с крупными дырочками и протрушиваю всю сахарную пудру которая у меня лишняя тем самым и стряхивается лишняя пудра с моей тыквы посмотрите какие красивые цукаты получились теперь они совершенно не прилипают их можно насыпать в баночку с плотно закрытой крышкой и чтобы они подождали своего времени хранятся такие цукаты в течение месяца точно больше у меня они не выживали поэтому дальше я вам не скажу лучше все-таки делать тогда свежее для таких цукатов подходят ананасы тыква айва в общем с плотной мякотью фрукты или тыква это не совсем фрукт но в общем посмотрите какая красота у меня получилась всех с наступающими праздниками а с вами был кекс до новых встреч пока 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 и и и и и и и